В регионах активно призывают к вакцинации. Региональные чиновники заявляют, что заболевших было бы в разы больше, если бы не укол. Пункты, где можно поставить прививку, открываются едва ли не на каждом шагу. Репортеры КТК следят за ситуацией на местах. Им сейчас слово. Северный Казахстан уже две недели находится в зеленой зоне. Такой стабильности другие области могут только позавидовать. Санврачи у нас даже решились на новое послабление. Дополнительные льготы получили те, кто прошел полный курс вакцинации. Уже с сегодняшнего дня торговые центры смогут работать без ограничений. Прежде, чтобы закупиться, нужно было успеть до 12 ночи. Объекты общепита и летнее кафе смогут принимать клиентов до двух ночи. Но с оговоркой, никаких торжеств и массовых мероприятий. Боулинг и компьютерные клубы теперь тоже будут доступнее. Им разрешили запускать игроков, которым нет 16. Прежде такие клиенты были под запретом. Те, кто уже прошел полный курс вакцинации и имеет на руках соответствующий паспорт, смогут сэкономить на ПЦР-тестах. Без дорогостоящего анализа, например, доступна плановая госпитализация. Кроме того, на работе можно не уходить на дистанционку, даже если ситуация с ковидом ухудшится. По два укола от коронавируса на сегодня у нас получили 15 103 человека. Около 30 тысяч поставили первый компонент. У жителей есть выбор – спутник или козвак. Чаще выбирают российскую вакцину. Но уже завтра в арсенале медиков появится еще один препарат. Сегодня в медорганизации поступила третья вакцина. Это Хаят-Вакс. Производство Объединенных Арабских Эмиратов. В область поступило 13 тысяч доз. Все они распределены между медицинскими организациями. И с завтрашнего дня медорганизации приступят к вакцинации тремя вакцинами. Инфекционные койки в регионе заняты на 34%. Медики просят всех срочно вакцинироваться. Для удобства жителей завтра в Петропавловске запустят еще и передвижные медицинские комплексы. Такие уже работают в Павлодарской области. Давайте узнаем подробнее. В Павлодарской области от COVID-19 с начала пандемии скончалось уже 160 человек. Пугающую статистику озвучили медики и призвали население к бдительности. Впереди праздничные выходные. Хотя медики настроены оптимистично. После нескольких дней прироста заболевших коронавирусом число новых выявленных фактов заметно пошло на спад. Хотя регион по-прежнему остается в красной зоне. Снижение числа заболевших, по мнению врачей, связано с массовой вакцинацией населения. Работают не только прививочные кабинеты в поликлиниках, но и передвижные медицинские комплексы. В регионе первый компонент вакцины получили уже более 53 тысяч человек. Свой эффект дали, потому что все-таки наше население на выходные и праздничные дни не захотело идти в поликлиники. А по мере того, как увидев ПМК, принимали решение и все-таки проходили вакцинацию. Их там осматривал терапевт. Специалисты объявили, что передвижные медицинские комплексы продолжат работать в предстоящие праздники. Только в одном из них за день вакцину получили больше 100 человек. Привиться отечественной вакциной изъявили желание почти тысяча человек. А пока в регионе действуют ограничения для красной зоны. Перестали курсировать междугородние автобусы. В выходные не работают базары и рынки. За минувшие сутки в регионе COVID-19 выявили у 116 человек. В реанимации остаются больше 30 пациентов. В том числе один ребенок и беременная женщина. Лучше ли ситуация в Карагандинской области? Далее новости оттуда. Карагандинская область вторую неделю возглавляет лидерство по суточному приросту. Ежедневно у нас выявляют порядка 250 заболевших. Регион уже месяц живет по условиям красной зоны. Правда, большая часть предпринимателей, установив программу АШЭХ, может позволить себе работать дольше. Это общепит, фитнес-центры и сауны. А вот торговые дома в выходные закрыты даже при наличии этого приложения. Выход очередного постановления санврача уже не вызывает ажиотажа. Люди совсем запутались в ограничениях. А вот медики на фоне активного прироста хвастают большим количеством вакцинированных. Первый компонент получили больше 123 тысяч человек. Чиновники от здравоохранения также рассказывают о полной готовности создать условия для всех заболевших. Наученные прошлогодним горьким опытом обещают бороться за каждого. Подготовка, условно говоря, к ухудшению эпидемиологической ситуации идет по всем направлениям. В том числе запасы лекарственных средств, запасы средств индивидуальной защиты, материально-техническое оснащение, о котором мы неоднократно подробно говорили о том, что мы сейчас всем необходимым оснащены, включая ИВЛ-аппараты, рентген-диагностические аппараты, компьютерный томограф. Между тем, в реанимации сейчас 72 человека. Большая часть – это люди старше 65 лет. Мобильные бригады медиков следят за всеми, кто находится на домашнем лечении. Заверяют власти. Они пытаются избежать прошлогоднего сценария. Репортеры КТК рассказали о том, что сейчас происходит в регионах красной зоны и почему север страны так долго остается зеленым. Репортеры КТК.